Итак, продолжим работу. Следующая программа, которая у нас идет на очереди, это Dropbox. Это программа, которая позволяет получить определенное количество места в облаке, так скажем, и на вашем компьютере вы получаете папку, в которую можете добавлять файлы, они будут автоматически улетать в облако, и вы можете ими делиться с другими людьми, а также добавлять туда папки, которые будут связаны с другими людьми. То есть, например, можно сделать папку, которая открыта только вам и еще какому-то человеку, и вы с ним через эту папку можете обмениваться файлами. Вот у меня, например, такая папка есть с каждым из сотрудников, и когда мне нужно конкретному сотруднику скинуть файл, я просто кидаю в его папку, и у него она автоматически появляется. Таких сервисов сейчас достаточно много. Я думаю, вы слышали Яндекс.Диск, Майл.Ру, есть облако, другие есть фирмы, которые предоставляют подобные решения. Но Dropbox – это один из первых таких сервисов, который стал самым топовым, самым узнаваемым, и с тех пор я как бы им и пользуюсь. Так, захожу на их главную страницу, нажимаю «Скачать» и скачиваю установщик. Запускаю его. Так, и после установки просто вхожу под своими данными. Так, вот он мне пишет, что у меня в Dropbox находится 18,7 гигабайт, и можно синхронизировать все это дело с этим компьютером. В данном случае у меня будет именно вариант «Синхронизировать все». Но иногда бывают такие ситуации, что вы можете синхронизировать только какие-то конкретные папки. Допустим, у вас есть рабочий компьютер, и у вас есть внутри Dropbox папка «Работа». Так вот, вы можете на рабочем компьютере поставить Dropbox, выбрать только эту папку, и, соответственно, синхронизировать только ее. И когда вам нужно, допустим, из дома на рабочий компьютер что-то скинуть, вы в папку «Работа» скидываете, и у вас на работе он появляется, этот файл. Но в данном случае мне нужно выбрать «Синхронизировать все». И, в принципе, сейчас у меня вот Dropbox запустился, и начнется процесс. Вот, по идее, нужно еще указать, где вы хотите хранить папку этой программы, то есть где она будет. Изначально по умолчанию она идет как «C users», ваш «User» и название папки Dropbox. Но при желании вы можете всегда это изменить. Так, и, в принципе, все. На этом я заканчиваю. Жду вас в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok